привет друзья сегодняшнем видео по вашей просьбе мы разберем разницу между словами кер и кар и так чем они отличаются начнем мы со слова кер кер в славянском языке это союз который переводится на русский как потому что я не сделал домашнее задание потому что его съела собака в общем-то про кер больше сказать и нечего это союз потому что намного сложнее дело обстоит со словом кар так как кар может выступать и в качестве союза и в качестве частицы давайте начнем союза точнее не союза а союзного слова и так кар союзное слово или можно еще назвать относительные местоимения переводится как что но что не в опросительном значении в опросительном значении для этого будет использоваться кай а что в повествовательных предложениях и функции связки между предложениями давайте посмотрим примеры на рейды кар хочешь то есть сделай то что хочешь другой пример многое таки га кар мором от кланеты то есть много такого от чего мы должны отказываться историк орешда морож то есть сделай то что знаешь что должен сделать приел сам ваше письмо за карса захвалюем то есть я принял ваше письмо за что вам благодарен бог карбо то есть будет что будет вем кормим то есть знаю что знаю еще одно значение обозначающее количество или меру на русский язык это переводится как такие союзные слова как настолько насколько сколько и его могут нести ноги и сгубил еще тисто мало упания каргая имел то есть он потерял то небольшое количество веры которое у него было отговорил я карса да приятно то есть он ответил настолько любезно настолько приятно насколько это было возможно и еще одно значение слова кар это тоже союз который на русский переводится с тех пор как каре уже не не захаря ведь гостина то есть то есть с тех пор как он женат он больше не заходит в трактир то ли по 100 и кар ваш чане помню то есть это липа стоит с тех пор как помнят ее жители деревни то есть ваш чане это местные деревенские жители и так это были примеры где кар это относительное местоимение или союзное слово что то есть что они в значении не в вопросительном предложении а что повествовательном предложении подсоединяет две части сложного предложения теперь давайте разберемся с частицей у частицы кар очень много значений и первая из них это интенсивность то есть кар усиливает подчеркивает значение отраженного в предложении при этом на русский язык это невозможно перевести только одним словом в каждом контексте это будет переводится по-разному например кар сиял я от поноса то есть он просто сиял от гордости тега кар бирьет и не морем то есть я в это никак не могу поверить такой и дивии да сигакар погледать и не упом то есть он такой дикий что я даже не решаюсь на него посмотреть профессор диака кар не море прихвалите то есть профессор все никак не нахвалит ученика мнение и ес применил кар чаз ночь то есть мнение он изменил всего за ночь смети мечи кар скози окно мусор выбрасывают прямо в окно спи кар облечен то есть он спит прямо одетый чак это я морал кар пет ур то есть он должен был ждать целых пять часов следующее значение частицы кар это высшая степень чего-либо например глей да башкар наиболее управил то есть смотри чтобы ты как можно лучше сделал то есть переводится на русский как можно лучше как можно больше как можно чище и так далее найбо кар наймань напак пусть будет как можно меньше ошибок следующее значение и тут скорее это будет не частица а на русский будет перевести переводится как наречие славянском это частица а в русском это будет переводиться как наречие достаточно вполне довольна например чем леса шикар добре то есть ботинки еще достаточно вполне хороши деклее кар прикупно то есть девушка достаточно мило еще одно значение частицы кар это неожиданный неожиданность действия например кар устал я иншел то есть он просто встал и ушел для всех такое действие было неожиданным скума эту реку карса за близко то есть как только он это сказал вдруг засверкало следующее значение частицы кар можно перевести на русский как просто так то есть это действие происходящее без причины например карта коса говорили из службы то есть его просто так выгнали с работы может не карта ко то есть муж не абы кто не просто так то есть это не простой муж а какая-то важная особо то сам рекил карта ко то есть это я сказал просто так еще одно значение которое очень часто вы можете услышать словенской речи это побуждение к действию например кар бред скорби воде ну то есть мы побуждаем человека не переживать могли бы перевести как да ты не переживай кару 105 то есть пожалуйста пожалуйста проходите карно прей просим это можете часто услышать словенской речи то есть пожалуйста вперед то есть мы просим человека чтобы он проходил например вы пришли в гости вам могут сказать карно прей то есть пожалуйста входите тонны бошло карта ко то есть это не получится просто так итак друзья надеюсь вам после сегодняшнего видео стало немного более понятно какая разница между словами кер кар какая разница между значениями слова кар как использовать эти слова если остались какие то вопросы обязательно задавайте их комментариях задавайте другие интересующие вас вопросы по словенскому языку если вы хотите начать учить словенский язык можете написать нам в любые соц сети это вконтакте instagram facebook или электронная почта и записаться на первое пробное бесплатное занятие увидимся с вами в следующих видео пока субтитры сделал DimaTorzok